Привет! Я получил весьма большой фидбэк за прошлый ролик с Артом по Зомбоиду, и хоть опыта у меня крайне мало, я только учусь, раз рубрика многим понравилась, грех не продолжить её. Выбирая новую идею для рисунка, я изучал ваши предложения в комментариях, многие из которых были весьма интересные, и конкретно для этого ролика я выбрал космическую станцию 14. Красно говоря, это ролеплей игра, где игроки занимаются всяким разным на космических станциях. О ней я был наслышан по большей части благодаря ютубам и мемам, но сам толком не играл, поэтому загружаю её и начинаю искать что-нибудь, что можно нарисовать. Зашёл на первый же попавшийся сервер и начал собирать в редакторе образ своего персонажа. Собрал такую вот девушку, обычную пассажирку, я и думал в дальнейшем изображать на рисунке, но спойлер, потом образ всё-таки изменится. После создания персонажа я конечно спавнись на станции и начинают бродить там-сям, смотреть кто чем занимается, кто о чем болтает. Хоть у меня и был опыт рп игр, в своё время я потратил уйму часов в сампе, но тут для меня всё было максимально непривычным и непонятным, поэтому я пока решил придерживаться роли обычного наблюдателя. Просто ходил и думал, что бы можно было изобразить. Бегал я по разным серверам, встречал весьма много забавных ситуаций, везде складывалась такая некая арт-хаусная атмосфера, что весьма забавляло. В один момент меня поймал некий Вася Клык, который был стилистом. Он предложил мне сделать бесплатную прическу, от чего я не отказался. Процесс преображения происходил прямо в коридоре, тут-то появились сомнения насчёт того, что он профессиональный стилист, но в конце концов он собрал мне на голове длинные волосы красного цвета с двумя пачками по бокам, и мне показалось эта прическа интереснее той, что была изначально. Поэтому я и буду её в дальнейшем рисовать. Через какое-то время нахожу пончик на полу, а затем прохожу мимо ярко-жёлтых дверей. Тут у меня возникает идея нарисовать девушку возле данных дверей с пончиком в руках, тем самым объединив три ярких насыщенных цвета – жёлтый, красный и зелёный. Подумал, что получится сделать что-то очень красочное. Ох, я тогда даже не представлял, через что придётся ещё пройти. Сажусь, сделаю два наброска. От первого быстро отказался, во втором выходит такая вот поза, где девушка через плечо смотрит на нас и держит рядом вкусненький пончик, а на фоне виднеются те самые жёлтые двери. Но когда я делаю более детальное изображение, то понимаю, что мне не очень-то и нравится поза, да и в целом вот что-то не то. Во второй попытке я беру новое разрешение, 4К изображение, и делаю набросок девушки. На этот раз она сидит облокотившись об дверь, но по-прежнему держит пончик в руках. Дальше начинаю более детально всё прорисовывать и возможно вы заметили, на фоне я разместил пол и стены через встроенный 3D редактор, чтобы потом ровно получилось нарисовать границы дверей, плиток на полу и так далее. Прям поверх фона я собираю по кусочкам персонажа, долго прям приходится работать с волосами, всё никак не удавалось их адекватно изобразить, но спустя время всё-таки получилось. Дорисовал одежду, рюкзак, начал собирать фон. По центру дверей добавил от себя табличку с надписью Space Station. Ну а после начинаются большие проблемы. В сам таймлапс это не вошло, ибо этим я занялся в отдельном файле, а именно начал подбирать цвета, просидел над этим буквально полдня и всё безуспешно. Основные проблемы были именно с фоном, никак не мог подобрать к нему нужные оттенки и из-за чего было принято решение вернуться к прежнему размеру изображения, чтобы фон не занимал большую часть холста. Тут я просто подвигал немного слои, чтобы построить их под новый формат, весьма быстро накинул базовую палитру, а также внимание изменил одежду. Почему? Просто в перерывах после прошлой попытки я провел ещё некоторое время в игре и опробовал несколько новых ролей, и мне приглянулась форма библиотекаря, всяко лучше обычной белой формы пассажира. Далее я делаю линии более аккуратными, рисую лайн так сказать, а но ещё и решаю изобразить простративный компьютер. Вообще забавно, на персонаже он выглядит так, долго пытался понять, что это вообще такое, чё там такое светится, а потом понимаю, что это и это одно и то же. Ну, изобразил я понятное дело более детализированную версию КПК, куда он там крепится тоже непонятно, вроде карманы, но находятся нифига не в кармане, поэтому у себя на рисунке я решил КПК подвесить у кармашка пиджака за два небольших крепления. Потом продолжаю делать лайн, начинаю потихоньку красить и... и мне надоедает эта картинка. За то время, пока я работал с этим артом, он мне уже успел сильно надоесть, но оно и понятно, я уже как никак дня три потратил только на эту попытку. Теперь поза мне кажется скучной, наполнение работы скучным, ну и ещё много подобного рода момента скучными. Немного расстроился, пошёл смотреть ютуб, а потом заставлял друзей называть топ 5 своих любимых смешных слов, чтобы хоть как-то поднять настроение. Одно из моих любимых, кстати, паяльник. Пишите тоже 5 своих любимых слов, докажем, что этот мир обречён. На следующий день я собрался силами и решил попробовать заново. В качестве референса для новой попытки я уже использовал один конкретный скриншот, а не набор различных моментов записи. Тут я сходу задал интересную позу девушке, а также по максимуму заполнил ею место на экране, потому что в этот раз я решил отказаться от фона, ибо пока у меня бэкграунды вообще никак не получаются, их мне нужно учиться рисовать отдельно, но если этим я займусь прямо сейчас, то этот ролик вышел бы не сегодня, а как раз таки через два. Так что проблему с фонами, пожалуй, оставлю на себе за кадром вне ролика. Ну а пока продолжу работать с тем, что есть. В общем, в этот раз мне весьма быстро удалось изобразить персонажа, после чего я решил заполнить пустое пространство в левой части арта. Там я поставил торговый автомат, в которого запихнул сначала такого клоуна, а потом такого. Клоун, запертый внутри торгового автомата, который, кстати, падает, смотрится весьма комично, что в какой-то степени подчеркивает абсурдность, которая то и дело происходит в этой игре. После клоуна я накидываю базовые цвета, ну и так как я отказался рисовать фон станции, то значит нет какого-то строгого ограничения по освещению, и вместо тускловатых ламп я могу осветить персонажа как захочу без учета окружения, что у меня его нет. Логично. Дальше, как и в прошлый раз, начинаю делать лайн, только на этот раз не поверх скетча, а прямо беру и сам скетч превращаю в лайн. Такой метод мне нравится больше, благодаря нему я лучше вижу и контролирую толщину линий. Единственный минус, такой лайн порой выглядит грязным и неровным, но учитывая мою стилистику, думаю в этом нет ничего плохого. После лайн начинаю красть арт, беру за основу цвета, который накидал ранее, но моментами делаю их более яркими и ненасыщенными. Кстати, кресло я меняю оттенок, оно теперь более бирюзовое, а не зеленоватое. Сделал я это потому, что к красным цветам синеватые и бирюзовые цвета подходят больше, чем к обычному зеленому. Пускай это не соответствует нашему референсу, зато палитра куда приятнее глазу. По-моему. Докрашиваю основной план, после него задний, но под конец начинаю добавлять различные детали. Например, значок спейстейшн на лацкане, или вот плакат нанотрейсен, который зачем-то сорвали и повесили на спинку кресла. Его нахождение здесь не обусловлено вообще ничем, он скорее нужен для того, чтобы при взгляде сразу возникала ассоциация с игрой, ну и к тому же он закрывает собой весьма большой пустой участок на спинке кресла, поэтому пускай будет. Помимо этого, подправляю везде какие-то мелкие детальки, накидываю поверх изображения шум, ставлю подпись и готово. Давайте подведем итоги. Суммарно было потрачено порядка 35 часов работы с учетом всех попыток. Да, на это ушло настолько много времени. При этом результат вышел далеко не таким, каким бы мне хотелось его видеть. Но в любом случае, я доволен, что хоть как-то, но смог завершить эту работу. В целом, картинка вышла весьма минималистичной и мягкой. Думаю, в будущем я наберусь опыта и смогу вернуться к космической станции вновь, чтобы нарисовать более полноценный арт. Ну а пока мы с вами посетим другие тайтлы. Не забывайте предлагать свои идеи для следующих роликов, буду на все смотреть и над всем думать, чтобы сделать что-то крутое. Вам, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо за просмотр. Ставьте оценку ролику и оставляйте свое мнение в комментариях, любая активность поможет продвижению. Если уже у вас есть желание, то также можете поддержать меня финансово, ссылка на донат в описании. Ну и еще там есть ссылки на арт-площадки, на которых можно просмотреть все мои работы и скачать их абсолютно бесплатно. Ну а с вами был Клюрин, пока.